Всем привет дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре будет игра. Это смеси средневекового экшена и стратегии. Очень крутая игра, которую советую скачать вам по ссылочке в описании. Также от этого разработчика есть первая часть, довольно таки популярная. А это у нас на обзоре вторая часть. Возможно вы о ней не знали, но сейчас вы узнаете и обязательно скачайте, потому что очень крутая игра. Также здесь имеется автоматическая настройка графики. Вот мне игра выдала максимальную графику, поэтому будем играть так. Также включены метели буря, отмечать своих и чужих и также есть лошади. Давайте нажмем новая игра, начнем с самого начала. Я ни разу не играл в эту игру, сейчас вот перед вами. Это мой первый запуск и хочу с самого начала абсолютно разобраться что да как. Так и есть у нас русский язык, что очень хорошо, что мне будет понятно и вам. Так, сложность давайте выберем пока. Ой, вот так вот легко да, потому что мы только начали с вами играть и нужно. Так, оставим все так же. В каком месте вы появитесь? Ох нифига себе, сколько здесь много различных миров, где мы с вами можем оказаться. Та же сама Франция, Англия, Польша, Норвегия. Ё-моё, сколько много ребята. И вы здесь можете везде оказаться. Я даже не знаю куда мне идти, но давайте наоруюсь. Кем вы являетесь? Кем я являюсь? Нету такого выбора, да, как ютубер, там обзорчик игр, бедняк, лесоруб, бедневший фермер, охотник. Да, мне нравится. Второй уровень. Здесь у меня нет. А, есть очки, давайте пополню. Например, жизнь, сила, меткость, лидерство и лидерство. Нажимаем назад и начали с вами играть. А, вот я перемещаюсь здесь, да, вот здесь что у нас? Что у нас здесь? Опанье, рекрут, русство. Так, это отряд. Вох ты, нифига себе. Топорщик, эксперт, нифига себе, элитные лучники. Кто вы, ребята? Это какой-то отряд непонятный. Так, идти. Можно идти, да? Можно идти. Конечно, можно идти. Вот, можно нанять солдатов. Сколько здесь много ребяток всяких функций, что я даже не знаю. Можно прогуляться по городу, купить землю, создать производство, присяга. Ну, повторюсь еще раз, что все-таки в начале игры я вам сказал, чего эта смесь. Это смесь средневекового экшена. Экшен, где ты будешь реально сражаться, ходить, да? И стратегия, вот как сейчас вот. В меню, ну, в меню это понятно. Большая карта, да? Вот посмотрите. Мега большая карта. Там много различных вообще вот этих вот миров, да? Где можно находиться. Империя Сун, Империя Цинь, Польша, Норвегия. Везде. Владимир. О, меня тоже Владимир зовут, кстати, да? Отряд. Тоже я понял. Государство. Инвентарь. Почему-то мне это моргает, да? Вещи-то я, да, получается, офицер, да? Ох ты, свежее мясо. Можно это все купить. Корабли есть у нас. Другое. Чё это? Обозные, обозные животные. Игрок. Уровень отряд и сохранение. Можно сохраниться, чтобы играть. Так, ну вот мы бежим куда-то. Я хочу, если честно, подраться с кем-нибудь уже. Вот, броня, костюмы. Вот. А, не хватает денег, да? Ну, а чё-чё, на чё я вообще рассчитывал, да? Если у меня денег не хватает. Ну, конечно. Сапоги. А, у меня тоже денег не хватает. Да сколько у меня денег вообще? У меня пять тысяч. Пять тысяч золотых монеток. И всё. Больше у меня нет ничего. Так, я хочу драться. Я хочу с кем-нибудь драться. Вух ты, нифига себе. Лошади, верблюды, да? На них мы тоже можем потом, наверное, кататься. Либо просто-напросто использовать их как помощников, так сказать. Вух, нифига себе. Вот так я буду выглядеть, если у меня будет лошадь. Красиво. Можно выбрать другую лошадь, и она будет с нами. Так, оружие, мечи. Много мечей. Ну, у меня вроде денег не хватает. Не на один меч. Давайте с вами копим его за полторы. Всё, минус 500. Минус полторы тысячи. Всё. Здесь ещё давайте это копим. Почему бы нет? Почему бы нет? Ну, мы с вами играем, и мне кажется, почему бы не взять топор, например, да? Так, здесь ничего больше не моргает. Куда мне нужно теперь пойти? Город. Прогуляться по городу. Арена. Вот. Возможно, где-то здесь сейчас я буду уже экшеновать. Да, потому что у меня есть топор. У меня есть меч. У меня там ещё вот какая-то ковырялка есть. Поэтому, думаю, сейчас что-то мы с ней и будем делать. Ссылку оставлю, конечно, в описании. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать крутые комментарии, чтобы я поставил вам лайк. Офигенная игра. Офигенная смесь, да? Средневековый экшен плюс стратегия. Возможно, вам понравится это. Поэтому ссылочка в описании. Ребята, качайте и играйте. Так, статичный джойстик. Это что у нас? Вот так. Просто нажмём сюда вот. Ох ты, нифига. Эй, 3 против 3. Что-то я не то нажал, походу, да? Что-то я, походу, не то нажал. А где? А где? Вот. Сделать ставку на себя можно, да? Я поставлю на себя, потому что я уверен в себе. И так. Что? У меня же есть деньги. Выход. Я моё, ребята. Что за фигня? Что-то я не туда вышел, походу. Да? Я не туда пошёл. Я вроде в городе был, а потом и шёл куда-то. Ой, извиняюсь, извиняюсь. Но вот это мне понравилось. Кнопочка вот эта. Карта, карта. Ходить по городу. Где, где? Куда я нажимал? А, вот она здесь, да? Нет, не здесь. Инвентарь. А, нет, не здесь. Государство, игрок, сохранение. Опять сохранимся? А чё бы и нет, да? Так. Нужно, нужно, нужно. Вот, состояние войны. Русь, Польша. Состояние войны. Мандитская империя. Отношения. Отношения. Пока у них плохие отношения, походу, да? Ну, раз, наверное, наверное, да. А, вот, идти, идти. Да, вот, сюда. Город. Да. Купить землю? Нет. Прогуляться по городу? Пойдёмте прогуляемся. Хотя бы, может, у нас это получится хотя бы сделать. Просто прогуляться по городу. То мне уже что-то... Нет, игра-то не скучная. Просто нужно хорошо разобраться в ней. И чтобы не было никаких проблем потом. Вот, вот, наконец, я это хотел, да? Где я могу ходить? Вот, да, 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 да. Вот это ходил. Вот, смотрите. Вот, смотрите, как я мечом бью. Что это у нас за кнопочка? Так, это у нас защита, да? Так, ещё кнопочка атаки. Есть камера вот ближе, дальше. Понятно, ещё ближе. Кнопочка, чтобы поменять. Вот. Фух, ой, я теперь лучник. Теперь кто? Где у меня? А где мой топор? Помните, у меня топор ещё был? Вот так это всё выглядит очень круто. Очень круто. Очень круто. Но у меня пока меч, да? Надо было всё-таки на той арене посражаться. Но всё-таки мы с вами вышли, к сожалению. И вот, давайте сейчас мы попробуем с вами кого-нибудь рубануть из тех, кто там ходит. Просто чисто интересно, ребята, интерес у меня. Что же будет? Но здесь я прийти, к сожалению, не могу. А прыгать он может. А вот всё, я прошу. Просто надо чуть-чуть подвинуть его. Да, да, да. Вот, идём сюда, идём сюда, идём сюда. Давайте проверим, как у нас происходят эти удары. И бьём. Говорите. Я не хочу говорить с тобой, Жули, Куди. А с кем мне можно подраться? На это нужно драться на арене, по-любому. Точно, ты не здесь будешь драться, потому что это обычный город, где ты передвигаешься. И так, вот это... Ну, ты вот с луком ходишь, по-любому хочешь драться, наверное, да? Наверное, ты не хочешь драться, да? Или можно просто с ним поговорить, начать разговор. Да, он начинает сразу разговор. Можно там рассказать о себе, можно пойдёшь ко мне. Ну, короче, вот эти разговоры. Ну, мы их его не убьём, так как просто-напросто, 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 да. Я не хочу с тобой говорить, Иуди. Я хотел бы драться. Ну, я всё уже вроде понял, как в этом всё происходит. И... Вот так вот. Руководство. Здесь могут быть ваши видеоруководства. Присылайте ссылки на ваши видеоруководства на почту. Ох, нифига себе. О-о-о, как создать бизнес. Может быть, я здесь ещё появлюсь? А как вы думаете? Как стать королём чужого канала? Особенности боя? Другое? Ну, нифига себе. Может, и я ещё здесь появлюсь? Я не знаю. Но давайте напишем всё-таки, когда вы будете качать эту игру, под игрой напишем, что всё-таки вы от меня пришли. Всё-таки, как-никак, охота здесь тоже оказаться. А что нового? А что нового? Новая глобальная карта. Добавлены новые государства. Вот это я всё читал. Вам уже изменения системы инвентаря. Инвентарь разделён на типы вещей. Возможность увеличивать вместимость инвентаря, покупая обозных животных. Добавлены элитные китайские и монгольские войны. Войска. Выбор персонажа при старте игры. Получение инвентаря и навыков. В зависимости от выбора. Добавлено 43 костюма. 32 шлема. 19 пар сабок. 6 щитов. 39 единиц оружия и 2 лошади. Небольшие изменения в городах набор солдат. Ё-моё, сколько много, ребят, изменений. Вот, посмотрите. Костюмы, шлемы, сапоги, щиты и оружие. Блин, капец. У игры есть будущее. И надеюсь, вы этой игре поможете. Это всё. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова